Есть разные уровни наставников. Есть люди, которые могут обсуждать вопросы какие-то духовные. Но есть духовные столпы, сильные личности духовные. Именно им надо предаваться. Предание означает, что ты очень сильно предаешься, веришь человеку. Есть три типа отношений со старшим. Первый тип это уважение просто. Я не забываю об одном, поет Ярослав Климанов. На краю родной земли поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Это уважение к старшим элементарное. К тем, кто старше по возрасту, к тем, кто родителям, родственникам старшим, уважение. У меня есть дядя, на 10 лет меня где-то чуть побольше старше, лет на 15, наверное. Вот. И он нянчился со мной, когда я был совсем маленьким грудным ребенком. Потому что отец был в армии. Нянчился со мной, он мне как отец. Я его уважаю, как старшего. Есть родители, есть родственники старшие. Мы их уважаем, даже если у них другие взгляды, допустим, они чего-то не доделывают духовно. Может быть, у них не хватает правильного понимания вещей, но мы их уважаем. Когда они что-то говорят, мы соглашаемся. Но выполнять надо то, что дает развитие духовное. Если родители говорят, выпей с нами пивка, то не обязательно соглашаться. Это не означает уважение старших. Надо уважительно согласиться, что спасибо, благодарен, но не хочется мне выпивать. Простите меня, пожалуйста. И они поймут, если вы уважительно относитесь. Даже если сразу они не поймут, потом поймут все равно. Главное уважать. Старшим нужно уважение. Им не обязательно все выполнять, как они говорят. Сердце им подскажет, что их советы неправильные. Сердце подскажет, рано или поздно. Есть люди, которые дают знания. Вот на этот фестиваль приехало много лекторов. Они изучают, что такое духовная жизнь, дают знания. Но это не значит, что им надо предаваться. То есть мы можем помочь как-то духовно, советом. Но предание – это когда человек выбирает проводника. Проводника себе выбирает к Богу. Этот проводник, он не живет для себя. Он живет только для Бога. Такой человек, он может быть духовным учителем. Или той личностью, которой мы поклоняемся, чтобы он привел нас к Богу. Это разные вещи. Наставник и духовный учитель – это разные вещи. Наставник – это старший брат. Духовный учитель – это очень возвышенная личность. Этот человек или духовник. Этот человек, который ведет к Богу, его слова являются непреклонным авторитетом. Все, что он говорит, надо неизменно выполнить. Понимаете, да? Ну, если лектор что-то говорит, можно выполнить, можно нет. Но духовный учитель – это тот, кто говорит, и надо выполнять. Но он должен обладать соответствующей квалификацией. Он не может быть любым человеком. То есть это должен быть действительно личность, которая связана с Богом в полной степени. Если вы не знаете такого человека в жизни, значит, есть много таких людей, которые вы можете найти на фотографиях, изображениях, иконах. Есть такие люди, надо изучать. Вы спрашиваете, где найти такого человека? Ну, изучайте. В вашей культуре мне подарили в Киеве жития святых. В общей сложности вот такой объем. Ну, там вот очень много святых. Мне кажется, можно найти из такого количества. Любой традиции духовной. Много очень возвышенных личностей. Есть кому поклоняться. Если вы думаете, а как мне выбрать своего? Да, выбирайте любого возвышенного человека и начинайте ему поклоняться. Потом выберите кого-то другого, ему поклоняйтесь. Достаточно долго, чтобы почувствовать личность. Я, когда кланялся своему духовному наставнику, я почувствовал его возвышенные качества. Мне захотелось начать кланяться другим духовным учителям. Даже в другой духовной традиции я кланялся матери Терезе, также Святой Матроне, Серафиму Саровскому, Сергею Радонежскому. Мне хотелось понять личности, обладающие духовной силой. Хочется глубже понять этих личностей. И когда я узнавал каждого из них, кому я кланялся, поклонялся, то мне хотелось их всех выбрать своим духовным учителем. Я не видел никаких проблем, чтобы кто-то из них, или тот, или другой стал моим духовным учителем. Когда вы сомневаетесь, что вы в выборе, это значит, что вы не знаете духовной силы этого человека. Если ты видишь перед собой чистую реку, разве ты не хочешь в ней искупаться? Хоть она вот эта река, хоть та. А если она еще и святая река, тогда вообще классно. Знаете, что бывают? Святые реки даже целые. Это факт. Один мой знакомый, ребенок моих знакомых, он купался в ганге, ну, юноша, нырнул и свернул шею, утонул в ганге. Был 19 лет, все где-то. Молодой совсем. Родители спросили, куда он ушел, где он сейчас. Я начал медитировать и увидел, как его тонкое тело растворилось в ганге. Это значит, что он ушел в духовный мир. Представляете, какая могущественная река, что тонкое тело, в результате соприкосновения с этой чистой личностью. Река там, это тоже личность. Только это другая форма жизни. Если мы, допустим, у нас есть тонкое тело и грубое тело, то у личности, которые связаны с реками, у них, это божественные личности, у них есть тонкое тело, а в виде грубого тела целая река. Ну, как бы нам это трудно понять. Мы не понимаем, как это вообще бывает. Я разок ехал на лекцию в Красноярск. Из аэропорта в город ехал и почувствовал в сердце какую-то радость сильную. Я начал искать источник радости, начал медитировать и увидел высоко в небе такую женщину божественную. И я потом понял, что эта женщина, она управляет этим городом, что это ее как бы, ну, это ее тонкое тело, психическое тело, весь этот город Красноярск. И она такая была счастливая, что в городе вот эти лекции будут читаться. Она меня благословила. И в этот день на лекцию пришло больше тысячи человек. Там весь зал был заполнен. Люди настроены были очень хорошо. этот мир многогранен. Нам очень трудно понять его устройство, все, что в этом мире есть, нам очень трудно понять. Часто люди говорят, я не могу найти себе духовного учителя. Причина заключается в том, что мы ленивые просто. Не потому, что нет людей, которые бы нам Бога открыли. Просто мы не хотим трудиться душой. Мы не хотим кланяться старшим, святым. Мы не хотим, как бы... Есть такое понятие, не найти себе кумира. Вот если вы мне начнете поклоняться, это будет примерно вот эта вот фраза. Потому что есть действительно те, кто с Богом связаны очень сильно, чисто. Этим людям надо поклоняться. А есть те, которые могут что-то передать, сказать. Это есть уважение. Уважаем родителей. Есть почитание, почтение. Это те, кто дают знания. А есть предание. Вот предание, это как раз святым людям, понимаете? И здесь уже нельзя так, когда ты предаешься святому человеку, нельзя называть это кумиром. Потому что он сам себя кумиром не считает. Вот если мне, допустим, кланяться, у меня сразу возникает гордость в сердце. Хотя я не хочу этого, но она возникает. Но святой человек, он вообще не воспринимает поклоны. Ему все равно, кланяйтесь вы или нет. Потому что он не считает себя вообще каким-то возвышенным. Считает себя падшим и слугой Бога. Он не воспринимает себя просто, как Олег Геннадьевич там. Он слуга Бога. Он душа. Он соткан из духовной силы только. У него нет грехов у такого человека. Понимаете? Это очень высокий уровень сознания. Я разок в Сергиев Посаде, когда еще пытался быть православным, у меня не получилось. У всех разный путь в жизни. У меня не получилось. Это мне было тогда 20 лет. Я был в Сергиев Посаде. Ходил там. И мне показали святого человека. Я искал святого человека. Мне показали. Вот святой человек. Иди, подойди, посмотри на него. И он в это время давал наставления. В очередь люди стояли. Ну, старенький был. Я не знаю, сейчас он жив или нет. Даже не помню, как зовут. Но я помню его глаза. У него очень детское лицо такое, как у ребенка. И взгляд такой добрый. И он улыбается все время. Я подумал, да он как ребенок. Какой он святой. Я думал, святой это с бородой такой большой. Мудрый какой-то такой человек. А он как-то такой, как ребенок. Такой простой очень. Потом я понял, что святость как раз она вот такая. Что душа человека, она похожа на ребенка. Душа, она как ребенок. Когда маленький ребенок рождается, то карма еще не действует в его теле. Поэтому видна душа. И когда мать видит душу ребенка, она уже не может его забыть. Она очень сильно любит этого ребенка. Она видит в нем самые светлые качества всю жизнь потом. В сердце. Так и святой человек, он как ребенок. Выглядит как ребенок. У него нету больше ни амбиций, ничего. Есть женские амбиции, делать человека красивым. Есть мужские амбиции, делать человека таким как бы мощным, сильным, властным, разумным. Женщине хочется предаться такого мужчине, как бы быть рядом с ним. И она чувствует гарантии. Гарантии. Но святой человек, он другой. Он простой. Он как ребенок. Но он сияет при этом. Дети, они в невежестве находятся. Они чистые, но они в невежестве. Почему? Потому что у них разум не активен, не работает. У них чистое сердце, но нет разума. Они не знают, как жить. Родители видят, что дети чистые, но при этом они делают глупости. Но святой человек, он тоже как ребенок, но он не делает глупости при этом. Он знает, как жить. Он чувствует смысл, высшую цель жизни. Постоянно в аскезе живет. Не позволяет себе никаких глупостей. Одна женщина ко мне подошла. У меня есть наставник, я ему поклоняюсь. Но мы любим друг друга. У меня есть муж, но мы вот с ним любим друг друга. Я объяснил, что если мужчина реагирует на женщин, на женскую красоту, если он реагирует на это, он не может быть наставником. Даже не то, что духовником, а наставником просто быть не может. Это значит, что он неквалифицирован давать наставление. Он воспринимает не как душу человека, а как объект наслаждения. Это неквалифицированный человек. Надо оставить общение с таким человеком. Нельзя воспринимать женщину как тело, которое наслаждает, если ты говоришь не о духовном. Так мы говорим с вами о духовном учителе, о духовнике. Можно выбрать любого духовного учителя. Не обязательно, чтобы вы испытывали какое-то особое чувство к нему. Это чувство придет в процессе поклонения. Выберите того, кому вы доверяете, кто действительно духовно силен. Вашей традиции духовной. Не надо ничего менять. И начните кланяться этому человеку. Бывает так, что в духовной традиции запрещено кланяться людям. Например, в мусульманстве. Тогда можно выбрать священное писание, ему кланяться. Или имя Бога написать, или взять написанное имя Бога, ему кланяться. Можно кланяться святому месту. Будет такой же результат. Вы получите знание через святыню в сердце. Знание приходит через посредников, через какие-то силы, которые связаны с Богом. Это может быть человек, который связан с Богом. Или это может быть святое место, святая река. В этом году я очень сильно устал. Заездился, замучился. И я поехал в Индию, в Ришикеш. Это такое место. Там течет Ганга, верховье Ганги. Там она очень холодная. Там она температура где-то 12-10-12 градусов примерно. Прямо с горы идет. Ганга с горы. Это была весна. Даже конец зимы. Конец февраля. Там уже жарко в Индии в это время. Но Ганга очень холодная. Я каждый день молился. Со мной было несколько человек. Мы собирались, говорили о молитве с утра. Небольшие такие ретриты делали, молитвы. А потом мы ходили в Гангу. Я вставал в Гангу, в холодную воду и молился, кланялся ей. Брал воду Ганги вот так вот. И ей ее отдавал. Поклонялся стопам Ганги, умывая ее же водой. Потому что чище вокруг ничего не найдешь. Лучше ничего не найдешь, чем вода Ганги. Так делают все. Это не то, что я выдумал. И я чувствовал чистоту этой личности. Я увидел перед собой в верховьях гор. На тонком плане увидел женщину в белых одеждах. Она сидит в позе лотоса. И она сияет. Огромное сияние от нее исходит. И я ей набрал воду и как бы вот так вот мысленно отдавал ей. И она благословляла меня. Но потом я почувствовал, что она от меня чего-то большего хочет. И я начал тогда поклоняться своему духовному учителю. И поклоняясь ему, то, что я почувствовал, в сердце отдавал Ганге. Вот тогда она возликовала. Когда мы сами идем к старшим, это хорошо. Но когда мы как слуга идем к старшим, как слуга своего наставника, тогда это еще лучше. Тогда Господь больше радуется в нашем сердце. Основная проблема современного общества заключается в том, что мы не знаем, что такое святость. Мы надеемся только на свои силы в жизни. У нас нет понимания, как побеждать судьбу с помощью молитвы, с помощью духовной силы. Люди в основном живут до первого серьезного препятствия в жизни. А потом ломаются. А серьезные препятствия возникают у всех. И этот надлом может идти несколько лет. И человек находится в прострации, он не знает, как ему жить. Некоторые спиваются вообще. Потому что мы не знаем, что есть путь, который лежит внутри сердца. Этот путь, он такой же, допустим, когда человек идет за хлебом в магазин, он не спрашивает, почему я до сих пор не в магазине. Он знает, что в магазин будет через какое-то время. Надо идти, идти, идти. Но когда человек садится молиться, он каждый день спрашивает, почему ничего не поменялось? Почему у меня чуть-чуть только легче стало в сердце? Почему я уже не замужем? Почему я не вылечилась? Почему муж не вернулся еще? Я же уже молился. Деньги заплачены, где услуги? Но молитва – это путь. И причем молитва – это также еще и знание, как идти этим путем. Если за хлебом идти, понятно, как. У нас есть ноги, мы взяли и пошли. За хлебом понятно, как идти, так? Но как молитва идти, непонятно, потому что я что-то повторяю и ничего не понимаю. Что-то легенда что-то чувствует. Вот. Это понимание развивается. Оно развивается в сердце в результате практики. Но эта практика просто необходима в жизни. Я сегодня утром встал, и мне не хотелось молиться вообще. Я подумал, может быть, я погуляю. Потом я вспомнил, что мне надо читать лекции, мне надо лечить людей. У меня целый день заполнен желанием, ну, служением людям. А чем я буду служить? Что я могу дать, если у меня ничего нет? Если я сам и так еле живой, и как я могу кому-то помочь в этом состоянии? И тогда я начал молитву. Через полчаса я был уже бодрым, счастливым, здоровым, жизнерадостным и полным сил. Потому что силы приходят свыше к человеку. Но всегда это забывается, когда мы устаем, когда мы больны, когда нам плохо, когда человек страдает. Он не знает, он забывает о том, что силы приходят свыше. И только привычка помогает ему решить этот вопрос. Привычка. Вот ты привык, если с утра каждый день это делать, значит, ты опять сегодня начинаешь это делать, и через полчаса ты как огурчик уже. И потом не только на себя хватает, а также на других людей, на близких. Но сила лени, сила тупости человеческой, сила безнадёги, безысходности, она сильнее, чем сила счастья в нашем сердце. Каждый день после лекции меня окружают люди, задают вопрос. Я не против этого. Не против. Я только за. Это хорошо. Это хорошо. Но. Я не могу сказать. Я могу сказать, благоприятное время уже началось. Почему началось, почему нет мужика? Ну, потому что нужно идти в магазин за хлебом. Магазин уже открыт. Всё нормально. Где хлеб? Хлеб в магазине. Надо идти. А можно так, чтобы служба доставки доставила? Можно. Конечно, можно. Но это уже будет другой хлеб. Не ваш. Это будет искусственный хлеб уже. Нужно самому прийти к своему хлебу. Он не будет тот хлеб, который принесёт вам счастье. Надо идти, учиться идти. В этом смысл. В Священном Писании говорится, что когда человек идёт в магазин за хлебом и покупает хлеб, и всё-таки приходит к замужеству женщина, то этот путь, который она прошла к замужеству, в тысячу раз важнее, чем само замужество. Попытайтесь это понять, что, ну, Богу никак по-другому не сделать. Ему надо как-то что-то такое сделать, чтобы мы к Нему шли, понимаете? И вот этот путь, который мы проходим к Богу до замужества, он в тысячу раз важнее, чем само замужество. Но когда человек получает своё счастье в жизни, он опять засыпает. Человек всю жизнь хочет сладкого сна. Он не хочет жизни, потому что жизнь — это аскеза. Некоторые люди говорят, а почему мы в духовный мир не можем попасть? Там же вечная жизнь. А мы не хотим жизни, мы хотим сна. Жизнь — это служение, а служение для нас — это аскеза. Даже чуть-чуть послужить и то тяжело. Не то, что всю жизнь. А вечная жизнь означает вечное служение. Там в духовном мире никто не спит, как мы. Что такое сон, я сейчас вам объясню. Алло, ну типа, как дела? У меня хорошо, и у меня хорошо. Ну, хорошо. Спим дальше. Сон души означает безделье. Главное, чтобы было хорошо. Потому что было хорошо, и все, больше ничего не надо. Олег Геннадьевич, я желаю вам, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы было здоровье. Все было классно. Чтобы... Чтобы вы спали дальше, Олег Геннадьевич. Это же проклятие. Если говорить о жизни, то у человека в жизни есть капельки жизни и много сна. И всю жизнь человек хочет сна. Сон души означает балдеж. Что все хорошо, у нас все хорошо, нам ничего не надо. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке. Не думая о горе, с ковшом вина в руке. Это сон просто, это не жизнь. Но когда человек начинает жить, он начинает жить, когда наступают трудности. Все бросили, работы нет, жить негде. Еще что-нибудь, все тяжело очень. Тогда начинается жизнь с этого момента. И человек, он так не хочет жить. Он говорит, мне надо назад, все. Я не согласен. Он не хочет в это время молиться, он требует назад, продолжение банкета. Ему не надо жизни, ему надо спать дальше. Мы очень скупые. Хотя бы чуть-чуть маленького мужа, маленький кусочек мужа дайте, пожалуйста. Ну на тебе женатого мужика. Ну хорошо, спасибо, все, больше ничего не надо. Пускай у меня будет хотя бы кусочек мужа. Я не могу одна жить. Ну почему Господь дал, как бы, одиночество? Зачем он его дал? Он дал для того, чтобы мы начали жить. Потому что когда человек страдает, в это время он пробуждается. Ему в это время надо о всех заботиться, всем служить, молитву начинать. И это будет жизнь. А она потом превратится в вечную жизнь. Если говорить о сне или состоянии счастья, то это же состояние животного существования. Мы не знаем об этом ничего. Мы не знаем, что животные, они имеют в полной степени то, о чем мы мечтаем. В полной степени они имеют. Потому что у них есть такое свойство все страдания забывать. Быстро очень. Но очень сильно наслаждаться тем счастьем, которое есть. И поэтому люди заводят животных, потому что они там видят в животных то, к чему они стремятся. Смотрю в тебя, как в зеркало. Кошечку в руках. Почему кошечку зовут? Потому что она, вот ты хочешь быть расслабленным, у тебя напряжение в теле. Но она всегда расслаблена. Если хочешь быть расслабленным, нужно кошачье тело. Кошачье тело, оно всегда расслаблено. Но не напрягается никогда. Но может спать в любых условиях, в любых ситуациях. Если кошку повесить за ногу, она тоже там заснет. Нет проблем. То есть она может спать всегда и везде. И люди, они кошечку минуту и минуту. Почему? Потому что хочется от такого же балдежа, а кошачье тело пока рано получает. Еще не доросла. Нужно в человеческом пожить чуть-чуть еще. Какому бы состоянию бытия ни стремился человек в своей жизни, он его обязательно достигает. Хочешь расслабиться, кошачье тело. Пожалуйста, будешь расслабленным, нет проблем. Спать всю жизнь. Этот сон души в кошакошке не может быть бодрствовать. Она спит всю жизнь. Если хочешь, как бы, доказать всем, что ты прав, тогда тело собаки. Собака всегда доказывает. Она может кому угодно даже... Да, моська знать, она сильна, что лает на слона. Крылов написал. Ну, собака, она всем может доказывать, любому. Потому что она по праву получила такое тело, чтобы всем объяснять, кто прав. В зависимости от величины. Собаки, как бы, по-разному все доказывают. Но идея одна и та же. Если хочешь выспаться, нет проблем. Тело медведя. Можно полгода. Кто из вас полгода может спать подряд? Поднимите руку. Есть такие? Нет. Потому что тело человека не позволяет. Больше 12 часов. Редкие души в человеческом теле могут 12 часов поспать подряд. В основном в женском. В мужском невозможно. Вот. Но не больше. Или кто-то больше может. Особая личность. Но в теле медведя полгода. Без проблем. И не думайте, что ему плохо жить. Ему хорошо жить медведя. Он балдеет, когда он спит. Лапу сосет. Хорошо. Отсыпается душа. Потому что в человеческом теле, человеческое тело предназначено для труда души. Оно не для сна, не для лени, не для секса не предназначено. Ни для чего. Некоторые так страдают. У них не получается с сексом вообще ничего. Так страдают. Тело обезьяны. Пожалуйста, все будет получаться. У них тело так устроено, что все получается постоянно. Так, когда человек... У тебя все хорошо. Да. У меня тоже все хорошо. Это значит, что мы стремимся в животное тело. Да, мои хорошие. И если нам Бог дает страдания, это значит, что Он хочет, чтобы мы хотя бы людьми родились в следующей жизни. Хотя бы людьми. Потому что человеческая форма жизни предназначена для труда души. Вот когда мы еле-еле заставляем себя с утра вставать и молиться, то это значит, что мы, возможно, получим в следующей жизни человеческое тело. Такой редкий дар на этой земле. Смотрите, много травинок растет, микробиков всяких, инфузорий, туфелек, кошечек, собачек, слонов, змей. Каждый наслаждается, как может. Но служить никто не хочет. Только в человеческом теле можно служить. Человек рождается человеком и тоже не хочет служить. Хоть и просил у Бога возможности развиваться душой. Если хотя бы просто по утрам молитву читать, чуть-чуть заставлять себя хотя бы на 15 минут, человеческое тело гарантировано. Хотя бы небольшой труб души. И Бог дает нам трудности для того, чтобы мы жили. Вот все время, когда у нас есть трудности, это время нашей жизни. Все остальное сон души. Есть глубокий сон, это... И есть поверхностный сон. Это вот то, сейчас в каком состоянии мы находимся. Когда человек наслаждается жизнью. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградной. На тенистой улице я постою в тени. Шневые, грушовые, селые прохладные. Как будто в детство давнее ведут меня они. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот. Это сон все. Это сон души. Но когда человек страдает, он в это время пробуждается. Но когда человек читает молитву, вот как мы вчера. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Это тоже такие молитвы были в ведах в древней культуре. Я оттуда раскопал. Я думал, как же молиться все вместе, когда разные культуры духовные. Я нашел, оказывается, есть такие молитвы. Шанти-мантры называются. В ведах как бы об этом написано, что есть такие молитвы, когда люди все разных культур и традиций собираются вместе. На санскрите переводится. Я желаю всем счастья. Я хочу, чтобы на земле был мир, мир, мир. Я хочу, чтобы все развивались духовно, чтобы все были счастливы в конечном счете. На каши дух кабак бовеет, пускай никто не страдает. Какой вере принадлежит эта молитва? Ко всем верам принадлежит. Все так хотят. Никто не против этого. Это тоже. И мы повторяли. Я желаю всем счастья. Я почувствовал, как зал оживает. Все такие. Пошли, пошли, пошли в магазин. Ну, то есть, душа ожила, то есть, заработала системой. Думаю, здорово, классно. Все оживают. Пошли, 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 пошли. Будить других же легче, чем себя, да? Вот встали и начали будить. Давайте, оживайте. Я желаю вам счастья. Они стоят, оживают. Пока будил другого, сам проснулся. Будить душу очень тяжело. Каждый день это большая аскеза. Не надо мне говорить о том, что кто-то может это делать легко и радостно каждый день. Поначалу, может быть, это и так. Но когда ты уже 20 лишних лет, это каждый день делаешь, то бывает время, когда очень тяжело. Бывает невыносимо тяжело. Понимаете? Но когда человек каждый день совершает духовную практику, сердце постепенно начинает понимать, что такое жизнь настоящая. Она соткана только из труда души, настоящая жизнь. Она не имеет ничего общего с теми мечтами, которые мы имеем в этом мире. Хочу мужа, хочу детей, хочу то. Но это все нормально, это правильно. Тело, когда развивается, оно должно жить тоже. У него должны быть дети, дом, еда. Есть тонкое тело. Оно всего этого хочет. Грубое тело хочет только есть и спать, и все. Все остальное хочет тонкое тело уже. Психическое тело тоже нуждается в чем-то. Но мы не тонкое, не грубое тело, мы души. А душа должна только служить, служить, служить. И у ней только одна дорога в жизни есть. Это дорога назад к солнцу. Вердер объясняет, что Бог как солнце, а душа как искорка. И когда искорка летит от солнца, она гаснет. Означает, все больше и больше расслабляется в материальном счастье. У тебя все хорошо, у меня все хорошо. Гаснем дальше. Вот. В небе полночном, в небе весеннем Падали две звезды, две звезды, две светлых повести. Своей любви, как невесомости. Какая бы ты ни была звезда, если ты падаешь, то в этом нет ничего хорошего. Надо не падать, а загораться, понимаете? Искорка должна загораться. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белым правится с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра. За солнцем надо идти, надо к солнцу лететь, назад. Назад к Богу, понимаете, как говорится. Назад к Богу. То есть разворачивать себя, каждое утро вставать. Вот видите, здесь неудобно как-то, все идут на зарядку, а я что, левая что ли? Вот, тоже иду. Здесь есть коллективное мышление, общее сознание. Особенно, когда несколько человек вместе в комнате живут, неудобно. Все идем на зарядку, хотя спать хочется. И жизнь прекрасная становится. Там, где благость, там лучше всего на свете. Да? Так? Уже почувствовали такую жизнь? Радостную. Каждое утро подарок. Не оставайтесь в одиночестве. Объединяйтесь. Мой опыт показывает, что единственный способ заставить себя идти к Богу, это быть вместе. Мне жена рассказывала, говорит, как она молитвенное правило свое соблюдает каждый день. Она звонит подружке и говорит, ты сколько молитву прочитала сегодня? Так, говорит, я вот столько-то, а я столько. Давай дочитывать, она, давай. Потом подружка ей назад звонит. И так они друг другу помогают. Совесть всегда включается через отношения. Одна девушка мне сказала, поделилась секретом, как она встает всегда, каждый день, рано утром. Каждый день. Знаете как? Она просто созванивается с подружкой, подружка и говорит, ты завтра встаешь? Она говорит, да, а ты? Я тоже. И так они живут. Потому что стыдно потом не встать. Потом подружка звонит и говорит, а ты вставала? Во сколько ты встала? Просыпала? Ну завтра надо встать уже. Совесть действует через друзей. Почему важно поклоняться духовному наставнику, солнышку духовному, большой искорке, большой искорке, которая близко к солнцу, уже сильно разгорелась. Почему важно поклоняться? Потому что через нее действует совесть. Вот у нас совесть спит, понимаете? То есть она есть совесть, но мы ее не хотим слушать. Очень тяжело, больно ее слушать. Но через старших легко, потому что совесть можно слушать, когда голос наполнен любовью. Старший уже переварил все наши проблемы. Он нам говорит о наших проблемах с любовью. Любовь означает, что все переварено уже. Понимаете? Почему легко знания слушать от старших? Потому что там все переварено уже. И легко слушать правду. Когда мы друг другу говорим правду, мы с болью говорим, у нас не переварено. И слушать невозможно. Но от старших слушать легко, потому что все переварено. Поэтому есть представители совести. К ним надо в своей жизни идти. В этом смысл человеческой жизни. В отношении. Надо строить отношения с равными, созваниваться. И говорить о том, когда мы встаем, что мы не будем наедаться на ночь. Это тоже очень важно. Это самоубийство наедаться на ночь. Не надо этого делать. Не убивайте себя. Онкология сильно развивается от того, что человек передает на ночь. Это непереваренная пища. Она сначала превращается в токсины, потом закупариваются тонкие сосуды. Мы сначала не давали добавки вечером совсем. Но некоторые хотят убивать себя. Поэтому меня организатору говорили, чтобы можно было оставить что-нибудь покушать еще вечером. Для тех, кто не хочет жить. На ночь после трех-четырех часов ночи. Вас устроит это? На ночь это после где-то семи вечера. Ну чуть-чуть, только чуть-чуть надо поесть. Чуть-чуть. Очень мало. Очень мало. Лучше просто молоко с медом и все. Я ем два фрукта всего вечером. Что у меня психика сильно нагревается. У меня деятельность требует очень много огненной энергии. Разгорается в организме. Лечение это огненная энергия. Огненная деятельность. И поэтому фрукты охлаждают. Яблоки, груши. Я ем парочку фруктов и молока на ночь. Она тоже охлаждает молоко. Успокаивает. Некоторые наоборот им холодно. Можно есть овощи, допустим, тушеные. Чуть-чуть. Не надо, чтобы много масла было. И много специй. Просто пресная пища. Чуть-чуть поели, чтобы силы были спать. Иногда человек настолько напряжен, что он даже заснуть не может. Чуть-чуть совсем. Надо вечером вешать замок на холодильник. И всю пищу убирать туда. И ключ отдавать жене. Повыл-повыл и пошел спать. Зато здоровье сохраняется. Духовная жизнь начинается с малого. Научите себя правилу. Научите себя правилу. Но найдите еще более духовного. Когда по дороге лучше понимаешь все. Когда пошел за хлебом, уже лучше знаешь, какая дорога короче потом. Найдете еще более возвышенного себе человека. Еще более возвышенного. Со временем. Начинайте с чего-то. Какое-то святое место возьмите. Какое-то священное писание. Ну с чего-то начинайте. Не надо бояться. Допустим, а вдруг это не моя вера. Ну не твоя будет твоя постепенно. Найдешь свою. Не волнуйся. С чего-то начинайте. Ну с чего-то начинайте. Не нужно спать душой. Нужно трудиться. Начните с того, что есть. Постепенно придете к тому, что надо. Не волнуйтесь. Все придет со временем. Знание открывается в процессе труда души. А если мне моя вера нравится, а вдруг я уйду в другую. Кто тебя заставляет? Оставайся в своей. Нравится оставайся в своей. Чего ты боишься? Знание надо получать везде. Где есть возможность, там получать. А трудиться душой надо в своей вере, в своей культуре. Все это никто не отнимает. Это все должно оставаться. Ну смотрите. Мне как хорошо жить. Я могу наслаждаться православной молитвой. Классно? Мне классно жить или нет? Но я не православный. А я могу наслаждаться православной молитвой. Супер. Да? Вот так человек должен жить. Кто запрещает? Это предательство? Нет. Вот я слушаю православную музыку, но я не православная. Это предательство или нет? Нет. А что я хочу? Я люблю. Я родился в многонациональной стране. Там и кураинцы, и русские, и узбеки, и татары. Все вместе. Большая семья. Также там много разных традиций духовных. Может, сейчас уже не так, но мне вот так нравится жить. Я люблю, когда все любят друг друга и любят веры друг в друга. Вчера под мусульманскую музыку. Классно же. Классная молитва. Мощная. Спасибо.